Друзья, всем привет! С вами Артем Мельник. И сегодня у нас прямой эфир с Радиславом Гондопасом. И вот кто-кто, но Радислав для нашей аудитории не нуждается в представлении. Почему? Новые интервью с Радиславом у нас выходят каждый год на нашем канале, в рамках нашей программы, но формальности мы выдержим. Поэтому я представлю Радислава максимально кратко. Я сейчас не буду говорить, что это лучший тренер, самый улованный. Я просто скажу, что пока ему нет равных. И Радислав – это тренер для тех людей, которым нужен прогресс в жизни. И вот сейчас мы с вами собрались, и я верю, что нам с вами, как никому другому, нужен прогресс в жизни. И вот если совсем кратко, то Радислав Гондопас в области тренингов по лидерству и личному развитию – это знак качества, вот прям поставленный на знаки качества. Радислав, меня слышно, видно, все окей, мы связь проверили, и можем начинать. Привет, Артем. Я запомню эти слова, запишу их где-нибудь. Хорошо. Я запомню с ответом на вопрос, чем ты занимаешься, и теперь я понимаю, что я помогаю людям прогресс в жизни обеспечить. Я запомню за последние 4 года, поэтому… Радислав Гондопас – слогом лидерства, мотивация, развитие. Возникла задача перевести на английский, потому что появился одноязычный сайт Радислав Гондопас.uk, и там leadership, motivation, progress. То есть, ну, это прогресс вы поставите. Ну, в общем, так что все очень точно. Здорово. Привет всем. Привет всем. Я думаю, что те, кто нас слышит, смотрит, посмотрели неодно, но наши интернет-пересматриваются. Удовольствием, мне кажется, очень удачно получается. Большие надежды на то, что сегодня будет еще лучше. Несомненно. И вот чтобы получилось очень хорошо, ты знаешь, вот когда я посещаю твои тренинги, я помню сейчас первый свой тренинг, на меня очень сильное влияние оказал старт, и, по сути, твоя первая притча, в которой, на мой взгляд, вообще заключена вся мудрость в жизни. Совсем недавно я еще рассматривал несколько примеров из жизни отличников и двоечников, и я сейчас вижу, как один из, так скажем, моих знакомых, будучи с красным дипломом, впахивает слесарем, а другой сейчас поехал в путешествие, хотя он двоечник. И поэтому вот очень хочу попросить тебя рассказать в твоем фирменном стиле притчу про священника и водителя, потому что так, как ты ее рассказываешь, я еще не слышал, чтобы кто-нибудь так рассказывал, и у меня уж точно не получится. Ну, притча не моя, эту притчу не я придумал, ее рассказывал мне мой друг, одноклассник, который закончил в Кракове духовный университет христианский, и он на лекции по гемилетике, по искусству проповеди, услышал от преподавателя притча о том, что, дескать, был у них выпускник в этом университете, который решил стать священником, и он учился на пятерочке, на пятерочке, все привык на пятерочке делать. И у них обратная история, если в советских вузах отличники получали свободу при распределении, двоечники законопачивали в какие-нибудь там дыры, в какие-нибудь дальние деревни, то чем лучше получился, тем хуже приход ты получишь, потому что выше ответственность. И он получил приход в какой-то дальней горной деревне, в которой богослужение не проводилось много лет, поскольку приход был заброшен, все еще ехал. Поскольку он все привык на пятерочку, он тут же, сучив рукава, взялся за работу, восстановил храм, естественно, сагитировал местное население помогать ему в этом, навел там порядок, чистоту, и в белом, в чистом, наглаженный, выбритый, надушенный, в общем, все как положено, на пятерочку. Богослужение на пятерочку даже в дни, когда не было никаких крестьян на службе, все в поле, в пустом храме он проводил службу, потому что он отличник, он так привык все делать правильно. И вел себя как мирянин тоже на пятерочку, и доброжелательным был, и всегда выглядел, хоранствовал, не дебоширил, не сквернословил, не богохульствовал, да и, не дай бог, конечно, ни, как это называется, ни даже словно, ну, когда, в общем, с женщинами, как это, не приводействовал, вот. И был у него в этой деревне, дескать, рассказывает преподаватель, в гомилетике, водитель единственной машины. Этот водитель зарабатывал тем, что возил людей в город, когда им нужно было оформить документы, свозить детей на карусельки, ну, там, встретить родственников со стороны жены в аэропорту, и поскольку он был единственной машиной, цены, ну, безбожные, и все равно люди пользовались его услугами. Он не работал ни официально, он просто водитель побылы. И даже, ну, в чем, в чем, в чем, в чем, типа, на двойку ездил, небритый, от него попахило, одежда на нем была какая-то несвежая, рваная, и машина у него была запущенная, и водил он плохо, и матерился, и курил прямо в машине при людях, и при любви, и из десятого в долг не возвращал, и богохульствовал, и в храме не появлялся годами. Ну, и, в общем, полный антипот. И умерли они в один день, и в один час, и в одну минуту, и оказались на суде Божьем, значит, одновременно у райских врат. И апостол Петр, где священника отправить в ад, а шофера отправить в рай. Священник хотел было промолчать, но потом решил все-таки, ну, знаете, не шутка, пришла опечатка, оговорка. И он сказал, вы, наверное, имели в виду, что священник в рай, а шофер в ад. Он говорит, нет, нет, дескать, ошибок быть не может, шофер в рай священник в ад. И шофер тогда тоже вступил, спрашиваю, шофер в рай, окей, да, я как бы не оспариваю это решение. Но за что же этого прекрасного человека? Он все делал на пятерочке, он, в отличие, он закончил университет, он служил чистенький, опрятненький, исповеди, проповеди, все дела. И тогда апостол Петр сказал, штука вот какая. Когда священник, делавший все на пятерочку, готовил свою проповедь, он делал такую проповедь, которая была очень длинная, занудная, и люди в храме начинали материться и чертыхаться, дождаться, когда кончится эта нудота. А когда шофер подвыпивший вез людей по горной дороге, и они понимали, что он пьяный, ведет машину небрежно, они начинали молиться. И таким образом, в результате деятельности одного человека люди чертыхались в храме, в результате другого они начинали молиться Богу. Таким образом, шофер в рай, священник Ват. Я не знаю, как она связана с дождиками и отличниками, для меня это так ново, что ты увязал эти два понятия, я рассказываю на тренинге по публичным выступлениям, и мы пытаемся понять, что свело Ват священника. И приходим к мы, это смертный грех делать презентации слишком долгими, слишком нудными, слишком оторванными от реальности, что нужно прилагать усилия к тому, чтобы презентация слушалась легко, и внимание аудитории сохранялось без труда. А ты как ее интерпретируешь эту причину? На жизнь, если переложить, те люди, которые стараются жить на пятерочку и подолгу готовиться, все делать без ошибок, они получают жизнь на двоечку. А те ребята, которые, так скажем, не боятся, у них нет страха, они не боятся ошибиться, они предпринимают попытки и так далее, у них их жизнь интереснее получается. Поэтому, так скажем, для того, чтобы у нас сегодняшняя трансляция прошла динамичная, вот я уже говорил, что я собрал большое количество вопросов, и для меня было очень сложно отобрать, какие же их лучше задать. И поскольку тема лидерства, я сейчас бы хотел некую разминку сделать и задать такие разогревающие вопросы. У нас сейчас как раз вот зрители подтягиваются на прямой эфир. Некоторые подтягиваются, некоторые отжимаются, да? Да, точно. И первый вопрос, который вот в качестве разминки я бы хотел задать, это вот сейчас Радислав успешен, да, мастер своего дела, ему нет равных и так далее. Вопрос из будущего. Кто продолжит его дело, когда он уйдет со сцены? Ну, детек тоже еще. Ну, все, нет никого. Ну, если говорить серьезно, ты знаешь, в течение 20 лет я жду, кто появится, где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Очень многие мои коллеги, где я их застал, когда я вышел на этот рынок, там они находятся. И по деньгам, и по профессионализму, и по известности, и у них и веб-сайт такой же примерно, как был 20 лет назад. В общем, ничего в целом не меняется в жизни. И это, в общем, не обвинительный акт, поскольку я же не знаю, чего они хотели. Может быть, они так и хотели. Вот мне был нужен прогресс и развитие, мне нужны были звезды с неба, мне нужно было мировое господство и прочее. Я уперся рогом, и все это любой ценой до всего этого греб, копал и допрыгивал. И за вот это время являются какие-то люди, на которых можно будет переложить все это бремя ответственности, какие-то, не знаю, равные, наглые, раскрученные. Ну, какие-то такие. Ничего не произошло. То есть, никто не появился. То есть, если учесть, что период полураспада тренера составляет 5 лет, то есть, 5 лет нужно с момента выхода на рынок понять, из него что-то будет или не будет. Войдет он в какую-то обойму более-менее известных или нет. То есть, если 5 лет он не стал, то, очевидно, уже и не станет. Ничего такого. Никакого сюрприза на 2020 году. И понятно, что если сейчас я никого не наблюдаю из таких, то, значит, в ближайшие 5 лет можно спать спокойно, никто не появится. Единственное, что можно надеяться, что детям, может быть. 14-летний, он катается со мной иногда на тренде в качестве помощника, он смотрит, что я делаю, он даже как-то дискутирует со мной, он мне высказывает какое-то свое видение, и ему в целом интересно, уступает публично. У него уже есть опыт выступления на аудиторию 200 человек на конференции TED. И я думаю, что почему бы нет? Почему бы ему не подхватить знамя? Ну, понимаешь, какая интересная штука? Можно быть личностнозрелым. Личностнозрелым, он должен быть интересен как человек людям, со своим самостоятельным мышлением, со своим жизненным опытом, со своими, не знаю, ошибками и достижениями, со своими, там, даже бизнесом, потому что люди в основном в зале деловые. Вот это все, ну, непонятно совершенно, как добрать. Двоечники, опытные отличников хотя бы, потому что опыт – это всегда коллекция неудач. Коллекция угроз. Ну, что там у отличника было, какие у него там были провалы и угрозы? У него, в общем, он работал на репутацию 6 лет в школе, а потом все остальное, репутация работала на него. Его тянули на 5 баллов, и все у него. А опыт – это когда у тебя не получилось. А у отличника все всегда получалось, поэтому двоечник опытнее. Хотя, откровенно говоря, я не склонен, конечно, такую корреляцию проводить прямую. Если человек двоечник, то, значит, будет успешным. Вовсе не обязательно. То есть корреляции прямой нет, но в целом отличник, конечно, зайчик домашний. А отличник – это волк степной. Двоечник. Волк, конечно, разная география потом складывается. Но бывает по-разному. Бывают, конечно, и двоечники, парковщики. Да, то, что корреляции прямой нет, это точно, потому что вчера я записывал тоже прямой эфир с прекрасным человеком Олег Брагинский. И он очень успешный, и он отличник. У него красные дипломы и так далее. То есть самый отличник, который только может быть. Радислав, вот у тебя берут сотни интервью каждый год. А ты берешь у кого-нибудь интервью? Ни разу в жизни не взял ни одного. Для меня это вообще загадка, как можно вести интервью. Я работал в свое время на телевидении и вел ток-шоу. Это была пытка сущая, я совершенно не понимал. Вот я говорю этот ответ, и у меня не было ни малейшего представления, о чем его спрашивать дальше. Я терял логику интервью. Когда человек мне отвечает, вместо того, чтобы слушать, что он отвечает, я в это время думал, что я бы спросить, и терял бы вообще и ничьи. И за три почти года работы на телевидении ничего не изменилось в эту сторону. Похоже, я тот человек, который хорошо отвечает, но плохо спрашивает. Если бы не режиссер, у меня в бухе был такой суфлер, и мне режиссер подать следующим. Если бы не она, я бы вообще не понимаю, как бы я вел программу. Нет, нет, я боюсь, что брать интервью – это не моя история. Получается, тоже здесь, да, если ты можешь мастерски отвечать на вопросы, это не значит, что ты можешь стать мастерским ведущим, да? Ну, естественно, конечно, и нет вообще никакой связи. Есть люди, которых спрашивать, они в интервью отвечают очень плохо. Отвечают плохо, спрашивать могут. Ну, в общем, не знаю. Ну, впрочем, здесь тоже можно, наверное, узнав секреты, тут же есть профессиональные секреты. Просто задавая вопросы, можно делать это по особой системе. То есть здесь наверняка есть технология, просто я ее не владел. И не владевал, потому что я вообще из тех людей, кто не любит слушать, а кто любит говорить. Отлично. Я люблю слушать, поэтому мы сейчас общаемся в прямом эфире. Вот ты видишь, отлично, отлично сошлись. Они сошли, вода и камень стихи, и проза, лет и пламя. Ты говорил, что разница между тем, что я имею, и между тем, что, скажем, должно быть, так скажем, хочу, да, вот имею и хочу, разница должна быть большой. Возникает некий вот заряд, который можно назвать мотивацией и так далее. И даже если мы возьмем самые худшие пожелания, опять же, которые ты говоришь, да чтоб у тебя все было. Да, оставайся такой же, как ты есть. Очень часто желают на дни рождения... Оставайся таким, какой ты есть. Оставайся таким, какой ты есть. Пусть у тебя будет то же самое, что есть сейчас. Да, и пусть у тебя будет все. И вот ты комментировал уже, да, по поводу того, почему это пожелание ужасное. У тебя есть все. Вот человек, у него есть какие-то цели, он их достигает. И что может вообще произойти с человеком, когда он достиг все, о чем мечтал? Я в Кишиневе, у меня было порядка 400 человек в зале, и я задал вопрос. Скажите, кто на своем опыте нашел подтверждение высказыванию, такой идее, что успех – это люди поняли руки. Мы обсуждали такую тему, как энергетика человека, его заряд, мотивация. И выяснилось, что когда человек достигает желаемого, если он стремился, мечтал, боролся за это, и он получил то, что хотел, его вырубают просто энергетические. Смысла выделять у психики энергию человеку больше нет. Зачем? Зачем сжечь энергию, если человек пришел к тому, что он хотел? Птический спад. Человек начинает скучно жить, гаснет взгляд, и что дальше – непонятно. Если он не поставил какие-то более амбициозные цели, то тогда беда ему беда. Я говорю, что ты имеешь тем, что к чему ты должен стремиться, должна быть большая разница. Не при ростом в течение 5 лет 20% заработной квадры. Это неинтересно, это не масштабно, не амбициозно. Разница была большая, разница не просто должна быть большая, а сохранить высокую энергетику. Это сопоставимо с чувством влюбленности. Когда человек влюблен, но предмет его влюбленности ему пока недоступен. Чтобы добиться этого предмета, ему нужно что-то придумать креативное, на балкон сочинять стихи, какие-нибудь делать в соцсетях креативные штуки для того, чтобы привлечь внимание и заслужить благосклонность. Когда, наконец, этот предмет становится страшным демотиватором, цветы бросать на балкон уже ни к чему, и можно расслабиться и быть такой сволочью, какой ты всегда был. И тогда возникает законный предмет о влюбленности, что происходит почему-то с того, с такой сволочью, как ты всегда был. Где благородные поступки, где широкие жесты, где все это. Требую немедленно восстановить это поведение. Вот так же и в своей сфере, в профессиональной сфере, но в целом по жизни. Человек добился желаемого, то, чего он хотел, сравнялось с тем, что у него было. Но это как в батарейке плюс-минус. Между ними разницы потенциалов нет. Фонарик не горит. Я еще замечал у предпринимателей. Это проблема. Это реально проблема. Я это знаю по себе. То, что, к чему я стремился, было достигнуто в одночасье. Быстрее, чем я мог рассчитывать, достигнуто. Пришел к этому за несколько минут, может быть, часов. Радость победы была не такой сладкой, не такой долгой, как ожидалось. И дальше началась обычная рутина, обычная жизнь. В новой реальности, в новой реальности, в новыми возможностями. Но просто рутина. А драйв приходит, когда есть в горизонт. Вплоть до потери смысла жизни, может быть, да? Если человек все достигнет, о чем мечтал. Ну, ты знаешь, я не такой ритуален, духовно развит, чтобы вопрос смысла жизни передо мной возник настолько всерьез, чтобы я начал метаться на эту тему. Это вряд ли нет. Прям смысл жизни. У меня, не знаю, ну, дома маленькие люди. Вот от такого до такого с меня ростом дети, я имею в виду. Поэтому вопрос смысла жизни передо мной не возникает. Они мне не дают на эту тему особо задуматься. Думаю, что в любой момент в эту дверь кто-нибудь сейчас срочно возникнет, что срочно нужен будет папа что-нибудь сказать или что-нибудь спросить и так далее. Но вроде бы не они их отвлекли сейчас. Смысл жизни может ворваться. Это бывает. Бывает, что у меня интервью или по скайпу какой-то разговор важный. Вдруг какой-нибудь ребенок входит, привет. В общем, нормальная практика. У меня динамик интервью. Я пошел в кабинет за 15 минут до трансляции. Я прилетел, мне чемоданы не разобраны. Как прошло все в Кишиневе? Все успешно, как всегда? Очень успешно. И 90 человек, которые хотели купить билет, билет не получили. Потому что не было места. Места окончились в зале. Это был самый большой зал в Кишиневе. Какой можно было арендовать для проведения тренинга. И люди сидели без проходов даже. И мои организаторы очень вдохновлены. На следующий раз, на следующий раз, приезд они хотят сделать, взять тысячи. То есть тысячи местный зал. Перегродку убрать, и зал будет в два раза больше. Там можно будет посадить до тысячи человек. И они убеждены, что если они начнут заранее рекламную кампанию, то они смогут набрать тысячу участников. И провести два тренинга за один. На этой поездке я в Кишиневе служил в армии два года. И у меня многое связано с этим городом стало. И, естественно, я приехал на место своей службы. Повредил там. Знаешь, многое изменилось. Но проломы, которые мы бегали в Самолоку, спустя 30 лет находятся в том же месте. Поэтому меня не пустили через ворота дежурные. Но через пролом в стене я пролез на территорию, зашел в казар. Проломы вечные. Вот все, что нерушимо в нашей жизни, это проломы. Вы можете это воспринимать как метафору. Владислав, что больше радует, когда аншлаг собирается в топовых городах, там Москва, Питер, либо где-то на периферии, на Камчатке и так далее приходят люди. Отличаются наверняка, да, люди в аудитории? Наверное. Мне трудно говорить о различиях. Меня довольно часто спрашивают. Как вам наша публика? Отличается ли она от других городов? Но обычно тренинг это не то мероприятие, на котором ты можешь настолько понять, что тебе чем-то отличается. Мне показалось, что люди в Кишиневе в целом добрызают. Аплитивный, солнечный город, очень много зелени. Когда мы подлетали к Кишиневу, все утопало в зелени. Это была Тоскана или Прованс. Холмы распаханные. Но аграрная страна, у них очень низкая плотность населения. Населения очень мало в целом по стране. И очень большие территории, просто пахотные. Там леса, поля и прочая луга. И очень зелена, очень радует глаз. Поэтому они улыбчивые. Они в целом себя чувствуют, хорошо питаются, хорошо. Сейчас у них черешня, клубника продается всюду. Помидоры вкуснейшие, ароматные огурцы, всякая зелень. Все это пахнет, все это подают на завтрак в отеле, в ресторане. Я уже был в молдавских ресторанах, и у меня носили такую еду вкуснейшую. Я объедался там в полный рост. Напирал на овощи, поскольку таких вкусных овощей в Москве не поешь. Я почти готов вылететь в Кишинев, а тем временем... Знаешь, гастрономический туризм, почему нет? Да. Они невероятно вкусно готовят. Даже в самолете они подают национальную кухню. И даже в самолете это очень вкусно, очень обильно и очень сочно. Гастрономический тур в Молдову я очень понимаю. Они производители вина, вино у них... Ну, нельзя сказать, что там какое-то сверхъестественное, но вполне достойное, и вот можно поужинать. Но я знаю, у тебя там с алкоголем, по-моему, ты не грузишься, нет? Почти нет. Почти нет. Ну, то есть бокал вина ты можешь выпить по душе. Да, запросто. И это будет очень хорошим аккомпанементом к блюдам. Очень долго мясо я ставлю, практически не все. Мы в первый раз пошли в гости к ребятам, которые как раз из Кишинева. И они угощали нас вином, правда, не молдавским, а австралийским. Но это было очень классное вино, потому что ребята... Ну, где же не молдавское вино возьмут в Канаде? Да, точно. Давай еще тогда пару вопросов я задам разогревающих, и потом уже начнем раскрывать тему лидерства. Смотри, вот бывает такое, что два интервью подряд. В одном интервьюер – профессионал, мастер, а в другом – зеленый новичок, у которого трясутся коленки, и который запинается через слово. Твое отношение в обоих случаях к ведущим каково? Сочувственное. Сочувственное. Я знаю, что брать у меня интервью – непростая задача, потому что я порой хочу сказать больше, чем то, о чем меня спрашивают. И порой я отвечаю не на тот вопрос, который возник в моей голове вследствие некого резонанса. И поэтому я понимаю, что сценарий интервью удержать очень сложно. Поэтому я всегда отношусь с сочувствием, и время от времени сам себя останавливаю, осекаюсь, и стараюсь, чтобы игра не в одни ворота, а был некий паритет. И в целом, конечно, если ведущий будет чувствовать себя неуверенно, я буду стараться ему помочь, как бы поддержать его на поверхности. Какие-нибудь огрехи не видеть. Человек-профессионал, я не замечу, как время пролетело. Это будет очень быстро, стремительно. Это вообще редко бывает. У меня был случай, когда я валютую два с половиной часа, и просто не заметил пролетевшего времени. И был очень доволен. Если бы интервью все были на пятерочку, возможно, бы тебя проклинали, слишком там нудно, правильно отвечал на вопросы. А у тебя очень любят люди смотреть интервью, потому что они действительно многогранны. Ведущий задаст один вопрос, ты его ответишь вообще через другую сторону, но получится этот путь еще более интересен в процессе вот этого вопроса. И могу сказать спасибо за поддержку, потому что, ну, когда я взял первое интервью у тебя, это было больше четыре с половиной года назад, и тогда я был тем самым зеленым новичком, у которого тряслись коленки. Ну, а сейчас вот за пять лет интервью, более двух сотен уже взято, и уже чувствуется какая-то уверенность. И могу сказать, что именно вот с тобой интервью, они очень серьезно повлияли на внутреннюю уверенность, именно как ведущего. И знаешь, что вот еще хотел задать? Также вот в теме интервью, это вот какое интервью, которое ты когда-либо давал, тебе понравилось больше всего? Есть ли какие-то запоминающиеся интервью, которые там связаны с какими-то интересными моментами до либо после интервью? Ну, я был абсолютно откровенен. Я запомнил, как довольно яркое интервью, то интервью, которое ты брал у меня в Таиланде. Во-первых, было неожиданно совершенно, потому что я был, мы просто с женой приехали туда на отдых, и вдруг бабац, мне приходится давать интервью. Это интервью разговорило меня, вызвало там ряд интересных мыслей, оно мне запомнилось. Интервью с Хакамадой запомнилось, потому что Хакамадо было интервью у меня. То есть это, у меня в голове это не укладывалось, не укладывается до сих пор Хакамада, Ирина Хакамада, та самая берет, ну, когнитивный диссонанс. Этот факт тоже запомнился, я очень хорошо помню. Мне это очень цитило в то время. И, может быть, на РБК еще. На РБК там очень, прям очень хорошее. Оно было в прямом эфире, что сейчас редкость. И потом оно в записях, было какое-то огромное количество просмотров. Там я еще пару слов добавлю про первое интервью из Таиланда, которое было неожиданно, скорее всего, для меня тоже. В общем, там история была такая, я несколько раз наблюдал, как пираты выкладывают на Ютубе, и первые ребята, которые выложили пиратским способом на Ютубе, они вышли на 200 тысяч просмотров как-то быстро. Притом, мое официальное интервью, оно было забанено из-за того, что мы туда вставили трехсекундный фрагмент из фильма «Эффект бабочки». Помнишь, да, ты рассказывал? Мы просто взяли, делали визуализацию, меня забанили. Пираты начали выкладывать, и это интервью начало выстреливать. И сейчас, когда я последний раз смотрел самое популярное интервью, вот это тайское интервью, оно по-прежнему самое популярное, сейчас 250, по-моему, тысяч просмотров, но уже выложено другим пиратам. Вот, официальное по-прежнему скромно курит в сторонке. Вот, и... Ну, не знаю, вспомни буддийскую мудрость и привязывайся к результатам своего. Да, я не привязываюсь к результатам. Сделал это. Я даю пиратам полную свободу, поэтому все в порядке, потому что, ну, если ребятам нравится, пусть выкладывает. И, знаешь, еще было интересно, что, по сути, тогда я только начинал интервью, нашел любимое дело, почему бы не развиваться в этом. И самый, так скажем, самый большой кайф зрители испытывают, сравнивая, по сути, зеленого ведущего новичка, меня того времени, и тебя, монстра, так скажем, мастера публичных выступлений. И вот это, скорее всего, самый был тогда популярный комментарий, что ведущий никакой. Я всегда смеюсь, как меня пускают. Я Радислав, это круто, там, и так далее. Да, ну и прошло пять лет, ты уже другой, а когда люди смотрят интервью, они же не понимают, что прошло время, исходя из того, что они видят. Да, при том, я смотрю наше новое интервью, да, там, комментарии. Люди не меняются, они так же поливают грязью ведущего. И, ну... Пока я у тебя пока. Точно. Ну что ж, тогда тема лидерства, да, и вот такой вот вопрос. Чего нельзя делать лидеру? Что для лидера является запретным? Ну, для лидера, знаешь, все доступно. Лидер – человек широких возможностей, но для лидера совершенно история, при которой он перекладывает решения на других людей. Он может вовлекать в принятие решения, может диригировать в принятие решения, но не может избегать принятия решения, он не может уходить. Ну, вопрос, ты от силы или от слабости уходишь в принятие решения? Тренироваться своим замом, своим подчиненным, детям не знаю, ты можешь привлечь их в принятие решения, но если ты от слабости уклоняешься от принятия решения, потому что ты не хочешь брать эту ответственность на себя, нагрузку, переживания в процессе принятия решений, после принятия решений у других, то тогда это же другая история, это не лидерская тема. При этом ты, конечно, можешь спросить жену, какие мне надеть туфли к этому костюму, эти или эти, например, да. Но это вовсе не значит, что ты перестал быть лидером в этот момент, не надо перегибать палку. Что этот вопрос может быть задан для того, чтобы значимость человека подчеркнуть, а не потому, что ты совершенно не в состоянии принятия. Или потому, что этот человек просто компетентнее тебя, у тебя есть жены, лучше вкус, и она четче видит со стороны, что подходит тебе больше. Вот и все. Но это не то, что не лидер, а лидер может лидировать принятие решения более компетентному человеку и не переживать, что он, дескать, вот кому-то отдал свою прерогативу. Ну, потому что лидер, это уже мощное принятие решения. Да, но пользоваться ли советом этого человека, все равно ответственность на самом лидере. То есть, какие туфли он надел с костюмом, да, или какое решение он принял в бизнесе или в политике, в конечном итоге все равно зависит от него самого. То есть, он может ли лидировать принятие решения, но окончательное решение все равно за ним. А вопрос по дистанции. Нужно ли лидеру сохранять дистанцию с людьми, ну, например, с подчиненными и так далее? Да, это несколько стилей лидерства. Некоторые стили лидерства, такие, как диктаторский стиль лидерства, он подразумевает очень большую дистанцию, люди практически не видят своего руководителя. Он очень отдален к нему, имближенные друзья, он этим манипулирует, он может наказывать людей тем, что отлучает от себя, не дает с собой встречаться, награждать людей может аудиенциями. Ну, вот такая игра в диктатора, лидер же демократический, работающий. Он, наоборот, и по костюму, он любит сидеть в офисе open space, он любит взаимодействовать с людьми. Не то, что любит, это соответствует его стилю. У авторитарного выше, а у лидера, который использует преобладающий стиль анархия, его вообще никто не видит, его нет. Его никто не видит, даже некоторые думают, что его не существует. Он в загибных все и не появляется. Не дистанция, а просто в том, что он диригировал все дела настолько, что просто не участвует в делах. Если взять стиль и лидерство, то какой ты лично считаешь более эффективным, либо какой стиль тебе более симпатичен? Ты знаешь, диктатура самая эффективная, экономически просто самый эффективный стиль лидерства. Это понятно, это проверено историей. Он самый эффективный, но тут есть несколько разговариваний о коротких дистанциях. Мы не припомним ни одной долгосрочной диктатуры. Диктатура – это короткий исторический период. Римляне, например, ну, знаешь, диктатура может быть следствием невроза лидера. Лидер может быть чокнутым человеком, и поэтому стиль диктатура, потому что ему хочется зацепиться зубами за власть и не выпускать ее до конца дней, ни при каких обстоятельствах. Он совершенно не думает об эффективности организации, страны, которую возглавляет и так далее. Ему важно реализовывать свой невроз. Это, в общем, клиника. Но римляне, они выверли теорию, согласно которой диктатура является очень полезной для страны, но если она применяется в определенные периоды ее развития, в основные периоды войны, они считали, что для диктатуры период диктатуры 6 месяцев оптимальный, а вот дольше уже нельзя, потому что это разращает и самого лидера, и людей, которые он возглавляет. И более того, за 6 месяцев лидер может создать вокруг себя такую систему, если не позволит его свергнуть. И таким образом он может остаться диктатором у власти, несмотря на то, что решение Сената будет ему предписывать покинуть пост. Понимаешь, у него таким образом обезопасили. Они считали, что когда диктатура затягивается, это на людей, делает их более примитивными, отношения между ними более примитивными, снимает с них всякую ответственность, власть не делегируется, принятия решений, народ участия не принимает. То есть принципы демократии, они нарушают примитивные отношения друг с другом. Поэтому диктатура, она эффективна, но она эффективна на коротких промежутках, особенно на промежутках, когда некогда принимать решения долго, некогда голосовать, когда нужно немедленно что-то решать, ну, война, кризис, год и прочее. Во всех остальных случаях практика показывает, что демократический стиль лидерства, он в долгосрочной перспективе дает более заметные результаты в том смысле, что и экономические стилистики хороши, приемлемы, и люди потихонечку начинают наращивать коэффициент лидерства. Лидерство – это ведь не такая штука, знаешь, у одного лидерства, а у остальных рабство. Лидерство, оно некоторым образом распределено между лидером и командой в неких пропорциях. Лидер не 100% лидерства забирает в себе, он дает людям проявить себя, проявить инициативу, принять в себе ответственность, сделать что-то, не спрашивая разрешения. Это все проявление лидерства. И в демократическом бизнесе, мы же о бизнесе говорим, наверное, преимущественно, люди начинают расти над собой, развиваться, задумываться над тем, какие решения принимаются. Они никогда не скажут при демократическом стиле лидерства, мне никто не приказывал, мне так объяснили, я так сделал. Они, если видят, что это какой-то непорядок, они сами поправят. Или, во всяком случае, они проявят инициативу, чтобы этот непорядок был изменен. Ну и так далее. В благососточной перспективе демократический стиль более приемлемый. Есть еще два промежуточных стиля, таких авторитарный стиль, он некий между демократическим и диктатурой. И это стиль лидерства, который предполагает, что человек настолько наладил дела, что отдалился от дела, и они развиваются сами, а он курит в сторонке и получает дивиденды. Но в реальной практике это крайне редко встречается, на самом деле. Отлично. Вот если все-таки... Я бы угрознула. ...тему лидерства. К примеру, человек, ну, возьмем наших зрителей, да, которые сейчас, возможно, увлеклись темой лидерства, которые поняли, для чего нужно развивать в себе лидерские качества. Какие подводные камни ждут людей, которые увлеклись именно идеей лидерства и развития себя как лидера? И что? Какие действия им нужно совершать, и какие подводные камни их ждут, так скажем? Ну, скорее, вот вопрос о подводных... Нет, я не очень понимаю, что значит развивать в себе лидера, или как озаботиться идеей развития лидерства. Мне кажется, развитие лидерства происходит как побочный эффект деятельности некой. Ну, как, не знаю, человек не может, если он не стал отцом. Человек не может развивать в себя как любовника, если он не занимается сексом, например. Да, я хочу развить в себе любовника, а потом, когда я научусь ему, я, наконец, займусь, я начну сексуальную жизнь. Это довольно странно. Мне кажется, что человек просто на практике развил. Поэтому, когда человек говорит, я хочу развить в себе лидера, а потом начать бизнес, это очень странная последовательность. Мне кажется, что человеку нужно взять команду, хотя бы одного-двух человек вовлечь в некое дело, и начать командой руководить, начать двигать команду к успеху, ну, к некому успеху, который он себе сам представляет. То есть необходимо собирать команду, кого-то возглавлять для того, чтобы лидерство развивалось. И оно будет побочным эффектом. Это невозможно развить лидерство до каких-то пределов. Можно накачать бисер до 74 сантиметров, наверное. Но это не такой измеримый параметр. А у лидерства нет некоего описанного эталона, к которому можно прийти. Поэтому, мне кажется, заморачиваться этой темой и вообще не стоит. Нужно просто стремиться к эффективности, если ты делаешь. В современном мире развитие лидерства – это не обязательно развитие человека как руководителя. Не обязательно. Потому что, скажем, в моей профессии много фрилансеров. Это людей, которые никем не руководят, но и не являются фрилансами. Они работают сами на себя. Сами себя пиарят. Сами оформляют договор. Сами принимают деньги, уплачивают налоги. Сами составляют свой график в поездах. Сами ведут тренинг. Они фрилансеры. Люди свободной профессии. И лидерство здесь совершенно необходимо. Потому что, в данном случае, ты совпадаешь с командой. Ты собой руководишь, ты сам себе подчиняешься. И в этом смысле проявление лидерства сегодня, возможно, без команды. Управлять своей собственностью, судьбой, своей собственной трудовой биографией и своей собственной карьерой. Это должен за 같은 степень лидерства. Потому что тут тоже необходима инициатива. Необходима ответственность. Необходима готовность к средству устойчивости. Необходимость беспреживать. Необходимость работать в высоком стрессе. Необходимость строить планы. Простраивать стратегию. Действовать в соответствии с этой стратегией. поощрять и наказывать самого себя за отклонение этой стратегии. Ну, как ты говорил, да, что управлять собой – это сложнее всего, это сложнее, чем управлять там группой людей, там государством, да, и так далее. Да, гораздо. Мы хорошие командиры, но плохие солдаты. Да. Мы починяемся себе плохо. Если мы возьмем... А ну-ка, встать, это каждый может. А вот действительно встать и пойти на зарядку, может, и каждый. Да, это точно. Сделать всегда сложнее, чем сказать. А если мы возьмем сейчас такую ситуацию, что, к примеру, многие люди там хотят бизнес, деньги, да, но немногие люди хотят проблемы. Один предприниматель сказал классную вещь, что бизнес и проблемы – это синонимы. Как ты считаешь? Слово проблемы нуждается в объяснении. Дело в том, что в английском языке – это разные вещи. Трабл – это когда реально у тебя проблемы, и тебе нужно из них выпутываться. Выпутываться. Это трабл. Трабл – это когда у тебя есть проблема, и тебе нужно ее решить. Естественно, каждый день бизнес прогоняет десятки, иногда сотни проблем, которые все решают. Но эти проблемы трансформируются в задачи. То есть это лидерская функция. Он прилетает, проблема, что, дескать, клиент не может получить, потому что там какие-то государственные введены нормативы, и чего-то там задерживается. Он может слиснуть руками, сказать, черт возьми, с этим государством вечно все так. Но может поступить иначе. Он может трансформирует это в задачу, поставить ее к члену. Таким образом, либо клиент получит в срок груз, либо с клиентом договорятся об отсрочке, объясняют причину и так далее. Проблема преобразуется в задачу. Вот и все. Ну, как с детьми тоже. Там ребенок пришел поздно. Ну, значит, можно не сказать неблагодарный, а можно трансформирует задачу. Допустим, вот английский язык – trouble и problem, да? Два слова. А, допустим, вот фильм был, по-моему, «Аполлон-13», что ли, там, где у них случилась, так скажем, задница, да? Вот сделаем такой синоним. И они говорят, у нас проблема, да? Там, Хьюстон, у нас проблема. Это прям синоним слова trouble. То есть problem и trouble – это примерно то же самое, да, будет. Поэтому можно ли вот здесь сказать, что в бизнесе всегда происходит такая вещь, которую можно назвать по-русски, чтобы там к синонимам не прибегать, что, ну, случилась задница, да? Там экономика, что-то там упало, там, команда, проблемы в команде и так далее. Всегда что-то происходит в бизнесе, когда, ну, неподготовленный человек может там посидеть, можно так сказать. Вот, и я здесь к чему веду, да? К тому, что человек, который стремится, там, стать миллионером, вот наше прошлое интервью, да, он должен быть готов психологически к тому, что будет много такого, к чему нужно быть готовым, да? Ну, стресс. Будет социальная нагрузка будет высокая. Ну, ты знаешь, мне кажется, когда человек из-за проблем в бизнесе открывает окно и выбрасывается на асфальт, ну, это перебор. Нельзя так близко к сердцу принимать проблемы в бизнесе. Это просто, ну, некая игра, игра с высокими ставками, игра интересная. И, не знаю, есть люди, которые теряли все в бизнесе, все подчистую, потом восстанавливали свое состояние. Бывало, что людей просто отнимали, они многие годы потратили на то, чтобы создать бизнес. Бизнес становился успешным, им начинали интересоваться какие-то люди, которые, там, не знаю, другим способом привыкли зарабатывать, им бизнес отжимали. Но, тем не менее, он восстанавливался и делал новый бизнес. Люди там делают что-то принципиально другое. Мне кажется, нельзя бизнес вот настолько его значение раздувать, чтобы жизнь, ценность жизни была выше, чем ценность бизнеса. Точно так же я не считаю, что бизнес стоит того, что для него, своим здоровьем, своим счастьем, своей личной жизнью. Нужно найти баланс, при котором ты можешь быть успешным в обеих областях. Даже не в обеих, если больше можно выделить. Я недавно в Инстаграме поделился картинкой, которая полноценная жизнь, да, полная же, опять же, по итогам тренинга. И начали поступать вопросы, Артем, где можно пройти, как можно пройти тренинг. И вот я, несмотря на то, что посещаю живые твои тренинги, я еще, можно сказать, купил все, что у тебя есть в магазине, да, на твоем сайте. И тренинг «Полноценная жизнь» я проходил вот именно просматривая фильмы, тренируясь в команде с супругой, да, то есть мы делали добросовестно все упражнения, все прорабатывали и значительно улучшили вот баланс, да, то есть полноценность. Ты прислал мне сразу, получил, я посмотрел, очень понравился, вы молодцы. В конце фильма ты сказал, присылайте мне ваши результаты. Ну, мы сделали, да, прислали результаты, там, по итогам наших тренировок. Отвечая на вопрос наших зрителей, которые увидели вот это самое колесо баланса, да, в полноценной жизни, будет ли живой тренинг, смогут ли, допустим, те, кто, те люди, которые нас сегодня слушают, посетить в том числе и живой тренинг, если кто-то там, ну, не хочет тренироваться онлайн, у кого нет самодисциплины такой, да, чтобы самостоятельно заниматься? Да, работают все, например, самостоятельно. Тренинг «Полноценная жизнь» как главный бизнес-проект человека. Он будет идти в связку с еще одним тренингом, который можно рассматривать как существенную ему помощь. Называется Self-Mad Men, самоменеджмент и самомотивация. То есть один тренинг направлен на то, чтобы, ну, понять, осознать, насколько разбалансирована система в вашей жизни, анонимные тренировки и реализовать, но реализовать в тренинге не удастся. Тренинг только тренирует это умение. Ведь какие-то процессы вы запустите, тренинг дает этот толчок, запуск, но придется многие вещи делать самостоятельно. А вот тренинг Self-Mad Men, самоменеджмент и самомотивация направлен на то, чтобы как раз сообщить вам волевую энергию, которая позволит реализовать то, что вы освоите в первом тренинге. Но не только это, но и многие другие задачи по жизни. Концентрация волевых усилий – это очень важный навык успешного человека. Концентрация волевых усилий – умение приложить волю как раз к тому, что должно быть сделано тогда, когда это должно быть сделано. Вчера именно этот тренинг был в Тишине. Заходите на сайт radislavgandopas.com. На нем вся есть информация о предстоящем тренингах. Не хотелось бы мне интервью превращать в рекламу. В общем, на сайт заходите, все увидите. Там много информации. Как раз вот к полноценной жизни, к лидерству и так далее. Я сейчас, опять же, вспоминаю интервью, когда меня просто раскритиковали. «Ты никакой ведущий, ты лузер. Иди, до свидания. Посмотри, где Радислав и где ты. Тебе вообще нельзя». То есть после этого я мог просто сказать, «Блин, ребята, все ведущий не для меня. Я больше не буду никогда брать никакое интервью. Я не готов к такой критике». Но есть выбор. И хорошо, если сейчас не получилось, год тренируемся, через год попробуем лучше. Не получилось через год, еще два тренируемся. И вот к вопросу о тренировках я могу подчеркнуть, что человек всегда сам тренируется, несмотря на тренинги, наставления тренера и так далее. И в целом вот это понимание… Кстати, недавно еще такой момент был. Я спрашивал у одного из своих гостей передачи, насколько люди расценивают тренинг как волшебную таблетку. И он сказал, что 99% людей идут в тренинг за таблеткой. Что именно на тренинге с ними случится нечто, что позволит им значительно улучшить качество жизни прямо в день тренинга. Что ты можешь сказать по этому поводу? И каково твое видение по поводу того, почему люди идут тренироваться, и ожидания, об ожиданиях от тренинга? И еще раз, насколько у нас пока дремучая культура тренинга, сколько ожидать от тренинга таких чудес, так же нелепо, как демонизировать тренинги. Говорит, что тренинги зомбируют, тренинги отнимают у человека волю, душу, квартиру, и на них происходят какие-то удивительные манипуляции. Человек потом после тренинга, человек психически, больным нуждается в помощи и так далее. Демонизация тренинга, которая меня удивляет. Ну и другая крайность, совершенно ничем не лучше. Я приду на тренинг и буду избавлен, буду запрограммирован на успех, все у меня будет получаться волшебным образом, вообще без моего участия. Я могу даже прийти на тренинг, поднимать где-нибудь в сторонке и выйду просто новым, другим. Во-первых, чтобы стать новым, другим, прекрасным человеком, это стоит гораздо больше денег. Во-первых, занимает гораздо больше времени. И третье, нужны целенаправленные, осознанные усилия самого человека. К сожалению, трансформация с нами, без нашего участия, невозможна. Изменить нас, без нашего участия, невозможно. Это точно. А если мы возьмем две картинки. Одна реальность, что среди всего большинства людей, скажем, среди всего населения планеты, только маленькая часть людей являются лидерами. И возьмем другую ситуацию, когда это метафорическая, несуществующая реальность, когда все лидеры, вот все люди на планете Земля – лидеры. Что тогда бы могло происходить, на твой взгляд, на такой планете? Это невозможно было бы существовать. Это было бы невозможно. Это нереальные ситуации, не перебили бы друг друга. Или, понимаешь, стремится все к гомеостазу, к равновесию, к балансу. У нас поголовье в лесу олени, стремится к такому балансу, при котором овцы сыты, волки сыты, овцы целы. Такое соотношение поголовье, при котором волки могут кормиться и не вымирать, но и могут плодиться дальше олени, размножаться и так далее. Точно так же в мире стремится к соотношению 1,1% на 99,9%. 1,99% на 99,9% преимущественно. Ну, не то чтобы пассивные, не то чтобы они рабы, прямо я вот не склонен к таким образом. Но они, это люди, которые не хотят, не готовы, им неинтересна лидерская роль в жизни. Они будут хорошими исполнителями, они будут прилежными, они будут проявлять инициативу в пределах своих полномочий. Но, пожалуйста, это не надо. Соолисты, они прекрасно работают в компании, и когда говорят, уйди, сделай свой бизнес, да, там, врачу, открой свой кабинет, ты будешь зарабатывать просто на порядок больше. Он говорит, я не хочу, это будет другая роль, другая социальная роль. Я не хочу, я себя чувствую энергетически совершенно комфортно, когда надо мной есть руководитель, он меня, значит, ругает, он контролирует, и это сообщает мне мотивацию к тому, чтобы действовать. Если меня никто не будет контролировать, то я не буду так хорошо работать. Мне это просто необходимо для... Это источник моей энергии, это угроза расправы, увольнения, похвала руководителя. У меня-то оставят крылья, и кто меня похвалит, кто меня поругает. В общем, не хочу. Я вполне счастлив в своей социальной роли. И не нужно его тянуть за уши в рай. Эти люди могут быть прекрасными... прекрасными людьми, прекрасными сотрудниками, прекрасными исполнителями. И в обществе, повторю все, стремится к соотношению 0,1 на 99,9. 1 к 1000. Киев, Шолом Шварц мерил. 1 к 1000, соотношение. Да, 1 на 1000. Шолом Шварц мерил в 2007 году в России, что-то соотношение получилось не очень хорошее, в 20 раз меньше было лидеров. Но это неудивительно, потому что культурно-исторический опыт не поощряет развитие лидерства в этой стране. Роль лидера не... Во-первых. А во-вторых, государство потратило очень много ресурсов на то, чтобы убедить население, что лидеры все мудаки. Ну, то есть успешные люди, тире, лидеры, они все. Что власть это всегда сволочи, бизнесмены, все предприниматели и ворюги, и так далее. А только люди государственные власти прекрасные. Вот, и они на стороне народа. Вот. Будь бедным, тире, быть святым. Благородным. Быть богатым, тире, быть какой-нибудь сволочью, подонком и вором. Очень много потрачено ресурсов на то, чтобы лидерскую идею убедить. Лидерская роль социальная не представляется привлекательной. Она как бы априори человека замазывает дергтем. Сразу метит его как какую-нибудь тварь ничтожную. И нужно стыдиться родителям, друзьям, что у них вдруг взял судьбу в свои руки и стал лидером предпринимательного руководителя. Плюс к этому же еще были периоды времени, когда лидеров и богатых людей уничтожали физически. Правильно? Подалеком. Да, конечно. Любое самостоятельное мышление, любая свобода и независимость воспринималось как насекательство на власть и призывы к насильственному ее свержению. Что тоже не добавляло мотивации людям становиться лидерами, богатыми. Не добавляло мотивации. Давай вспомним, сколько из наших правителей погибли насильственной смертью. Сколько прекрасных правителей погибли. Чудовищной смертью. Павла ногами забили, как в пьяной драке. Следующий император. Человек, проведшего прекрасные реформы, последствия которых мы до сих пор на себе ощущаем. В одном из выступлений, это вопрос от зрителей, в одном из выступлений вы озвучивали атрибуты лидера. Легкость, раскрепощенность, бессобашенность. Такое состояние очень характерно, как правило, для молодежи. Но после 30-35 оно очень резко идет на спад. А как сохранить огонь в душе, как вернуть малую легкость? Обеспечный дает иногда такое, окрыляет, типа, а, класс, все, зашибись. В общем, не парюсь с проблемами, авось пронесет и прочее. Как не потерять юношеские задоры, юношескую энергетику? Когда уже ближе к 40 и за 40? Законы физики неумолимы. Несомненно, возрастной фактор сыграет роль. Ткани восстанавливаются медленнее, процессы протекают медленнее. Энергии не хватает. Раньше она преваливала. А сейчас испытывали все чаще дефицит энергии. Ну, способы очень простые. Постараться свое физическое тело не износить к этому времени. Разумный спорт, разумное питание, разумные привычки, движение, чистый воздух, путешествия, восстановление. Наличие в жизни серьезных амбициозных планов питает энергетически. Дыхательные практики, йога, растяжка, всевозможные. В общем, простые советы. Закаливание. Закаливание очень такой хороший. В общем, ничего нового. Я тут не открою в глаза. Все знают, мне кажется, каким образом сохранить энергию. Дело другое, когда у тебя есть избыток, ты не заморачиваешься этой темой. Впервые она становится актуальной, когда ты вдруг понимаешь, что чего-то керосина не хватает. Энергетика не та. Утомляюсь быстрее. Тогда человек начинает заниматься ее восстановлением, нормализацией. Инструменты, я повторю. Есть вещи, которые отнимают энергию, есть вещи, которые... Которые добавляют энергию. Ну, кстати, любовь, дружба, хобби, всякие увлечения. Тоже, несомненно, источник энергии. Красота. Эстетика для человека, у которого сенсорика тонко настроена на красоту, который может оценить красоту, который приходит на пикник и любуется природой, солнцем, озером, а не превращает... Где он пришел шашлыков поесть, в загаженную помойку. Вот, если у человека сенсорика настроена хорошо, он может, конечно, от красоты получать очень мощную подпитку энергетическую. Красоты женщины, красоты заката, красоты картины, красоты кинофильма, красоты архитектуры и так далее. Какие вещи? Не, наверное, но я не знаю, я не уверен, что вообще мужчина, что какой-то мужчина может вызывать такие чувства. Ох, он как. Раслаждаюсь, когда смотри на него, трудно представить. Какие вещи заставляют улыбаться Радислава? Ой, ты знаешь, я об очень многие, я... Ну, улыбка не сходящая с лица, но я работаю с очень многими с чем. Не знаю, я улыбаюсь в ответ очень охотно, когда хороший сервис, хорошее обслуживание, хорошая погода, солнышко светит, поднимаешься по трапу до горизонта, зелень, дети, папа, папа, я улыбаюсь, смотрю на тебя, улыбаюсь. Очень часто, это очень много причин. Очень много причин. И бывает, что я понимаю, что у меня устали щеки, что я улыбался так долго, что у меня, которые стягиваются от улыбки, они утомились. На мой взгляд, вот в Америке есть прям тренировки по улыбкам, потому что есть люди, которые, они всегда улыбаются, и у них вот ничего не устает улыбаться. Теренированные мышцы. Это часть культуры, и ты знаешь, в свое время была программа чуть ли не государственная в Соединенных Штатах, когда исследования в области эмоционального интеллекта показали, что мышечное поведение человека определяет его состояние. Это один из самых непосредственных способов саморегуляции. Когда человек ходит, повесив плечи, уголки рта и так далее, он начинает испытывать, он входит в состояние, которое соответствует этому мышечному поведению. Если человек расправив плечи, ходит, подняв нос, раскрыв глаза и растянув рот к улыбке, то потихонечку он входит в состояние продуктивное, состояние позитивное. И таким образом, если приучить человека просто привить ему привычку спиной и, ну, хотя бы позитивным рожением лица, это будет означать создать у него привычку ходить в позитивном настрое в целом по жизни, в неком состоянии позитивном, продуктивном. Я очень понимаю, что такое, что тренер по улыбке – это тренинг не только для тех людей, кто работает в сервисе, кто должен приветливо улыбаться покупателю, это просто тренинг, который позволяет людям находиться в продуктивном состоянии, жить дольше, работать лучше и вообще жить качественно. Насчет привычек. Какие вот ежедневные привычки могут применять люди для того, чтобы прокачивать лидерские навыки, лидерские качества? Есть ли какие-то практики, которые можно каждый день применять и расти в области лидерства вверх? Ну, во-первых, это формирование и удержание фокуса внимания и внимания образа будущего. Сформировать свое представление, чего ты хочешь достичь к определенному времени и постоянно держать в фокусе внимания и действовать в соответствии с этим планом, фактировать планы, если понимаешь, что поставленные цели недостижимы или, допустим, они недостаточно амбициозны. Такая бывает, человек наметил что-нибудь на 5 лет, но видит, что достижимо за 2 года. Зачем ему тогда удерживать этот план? Он может поставить себе более амбициозные цели. Это первое главное. Второе – принятие решений в отношении и своей жизни, и жизни других людей, принятие на себя ответственности, проявлять инициативу, не знаю почему. А если бы ты? Ну, повторю, мне странно мысль развития лидерства как такового отвлеченно от конкретной деятельности. Я все-таки за то, чтобы лидерство развивалось как побочный эффект. То есть не нужно ставить цель, чтобы специально развивать каждый день именно лидерство? Ну, это странно. Это странно. Лидерство можно, конечно, представить как совокупность качеств человека, и тогда нужно будет развивать эти конкретные качества. Но ты знаешь, логика, как наука, говорит нам, что разделение на элементы, разделение целого на элементы не всегда будет означать, как бы сумма элементов не равна целому. Такая интересная есть вещь. Если мы разделим лидерство на сумму элементов, если мы выведем, что это инициативность, ответственность, что-то еще, что-то еще, развивать эти совокупные, ты станешь лидером. Ну, может быть, не станешь. Как красота это, вот это, 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 это. И у девушки безупречный нос, хорошие губы, правильные уши, вот форма лица, грудь соответствующего время. А все оно совокупно. Каждый отдельный элемент я и скорректировал. Он безупречный, ухо безупречно, губа безупречна, нос, глаз, бровь безупречна. А все в совокупности она почему-то не привлекательнее очень. Вот, и она бьется, не может понять, в чем дело. И ей говорят, что она была привлекательнее до унишательства, до того, как стала такой идеальной. Поэтому я бы, в общем, я бы не заморачивался. Это можно людей перевести в такое интересное состояние, при котором они будут постоянно думать, достаточно ли они разведись себя как лидеры, достаточно ли они лидеры и так далее. Это ни к чему хорошему не приводит, поскольку нет критериев оценки. Нет критериев, не с чем сравнивать и непонятно, как мерить. Лидерство относится к таким же сложным категориям, как харизма, любовь, например. Когда ты видишь, человек харизматичен или не харизматичен, не ошибешься. Но что такое харизма? Выясни, сложные различные элементы. Будешь работать с каждым, а харизм все равно не появится. Это парадоксальная речь. А потом встреча с человеком, он харизматичен, а при этом у него есть элементы, которые не соответствуют критериям. Или любовь. Любовь – это вот это, вот это. Развивать любовь. Деятельность. Любовь – это деятельность, в первую очередь. И чувства возникают как побочный эффект этой деятельности. Ну, и лидерство туда же, да? Все относительно и измерить невозможно. Ну, мне кажется, да. Мне кажется, да, что попытка ввести какие-то шкалы и так далее в вопрос лидерства, оно выхолачивает, мне кажется, саму идею. Но мы должны какой-то разумный баланс найти. То есть мы не должны делать лидерство предметом поэзии, лидерство, это и так далее. Великами кипитеты пафосные. Но и в то же время к математикам они сводимы. Великами, которые существовали более сложные, чем просто набор химических элементов, так и лидерство. Да, сейчас будем завершать наш прямой эфир, да, потому что папа-папа… Очень жаль. Значит, вопрос от участников нашего курса. На нашем курсе много тех, кому под 40 и старше. Какой совет по достижению успеха можете дать данной категории, особенно тем, у кого нет опыта ведения бизнеса, зато есть постоянные страхи и сомнения? И вообще, где взять силы и энергии? Слушайте, ну страхи и сомнения – это нормальная вещь. И страхи как раз и есть источник энергии. Должен сказать, что самые мощные источники энергии – наши базовые инстинкты. Инстинкт обладания, инстинкт исследования и инстинкт самосохранения. Соответственно, если вы хотите использовать эти источники, вот вам, пожалуйста, инстинкт самосохранения. Испытываешь страх, испытываешь энергию. Но дело в другом, что продуктивность этого инстинкта очень низкая, поскольку он ориентирует нас на избегание. Инстинкт самосохранения – избегание ситуации. Светил лопников в парке – валить. Но бороться с ними стрёмно, их много, и у них может быть финка в кармане. И поэтому, значит, валить. Есть бизнес. Инстинкт самосохранения активизировался, энергия появилась, энергия направлена на то, чтобы валить от друзей, валить от идеи или придумать, почему этого делать не стоит, почему сейчас не время, да, креативность пробуждает. Гораздо интереснее инстинкт обладания. Когда вы поставите себе жизненные цели, там, не знаю, машина к какому-то возрасту, свой дом у моря, квартира – это нормально совершенно. Я не знаю, почему многие люди этого стесняются в нашей культуре, стесняются ставить цели активами, посилами. Нормально совершенно. Если тебе эта картинка привлекательная, ты понимаешь, ё-моё, через пять лет у меня будет собственный дом среди деревьев, за городом, у меня дети будут бегать по лужайкам, я буду прыгать на батуте, жарить шашлыки с друзьями, где-нибудь там на берегу реки опасаясь, что вот-вот придут экологи. А я буду жарить, заговоря своего собственного дома. У меня будут гости, будут приезжать родители, проводить время с внуками, и они не будут в нашей квартире жить, обременяя нас, а они будут в доме жить, жить в отдельной гостевой комнате, и мы можем сосуществовать с ними. Я могу принимать гостей, могу сделать себе тренажерку в этом доме, могу, как вот я, у меня кабинет в доме, в мансарде, под крышей, на третьем этаже, и я здесь могу закономить на парке. Мобедики кричат, но где папа? Это же целое дело до меня добраться. То есть вот такие применения. Если эта картинка будет для тебя привлекательна, ты станешь об этом мечтать, это же дашь тебе энергию. Если, допустим, вы из тех людей, которым обладание хорошее, это какая-то важная часть вашей жизни, идите в автосалон, запишитесь на тот дайв, прокатитесь на машине вашей мечты, чтобы вас торкнуло так, чтобы вы хотели бы ее прям вот зубами выгрызть, но получить ее. Наметьте момент, когда вы купите, когда вы поедете, цвет, салон, запах, представьте себе. Вы таким образом возбуждаете инстинкт обладания. Третья вещь – инстинкт исследовательский. Инстинкт сексуальности я не очень понимаю, как использовать как источник энергии. Но в целом, если у вас есть предмет любви, если у вас сексуальная жизнь не в смысле чистоты половых актов, а сексуальное в более широком понимании, как взаимодействие энергетическое, духовное, телесное и так далее, во всей полноте, то, несомненно, это мощнейший источник энергии. Инстинкт познания, инстинкт исследовательский, когда вы создаете бизнес, занимаетесь новым для себя делом, вы открываете массу нового, это интересно, это захватывает, увлекает. Поначалу трудно, поначалу кажется, что с этим невозможно разобраться, как изучение английского языка, как езда на велосипеде, поначалу отчаяние, кажется, что никогда не получится, никто к этому не приспособен, но потом начинаешь нарабатывать навыки, и даже если ты никогда не занимался бизнесом, где нет экономического образования, ты разберешься. Любой человек, который не занимался бизнесом, в нем, в конечном итоге, разберется вне зависимости от образования интеллекта. Ты начнешь разбираться, понимать закономерности, причинно-следственные связи, и вот тогда будет, конечно, кайф, тебе захочется расширяться, делать что-то новое, ну, и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, источник энергии. Если, ну, большинство людей живет только на инстинкте, на энергии инстинкта самосохранения, они без конца прокрастинируют, без конца затягивают свои дела, без конца провоцируют конфликт, потому что источник энергии предпадения. То есть они в семье постоянно ведут себя, лампочки не включают, ножи не точат, мусор не выбрасывают, не участвуют в воспитании детей, таким образом провоцируя конфликт с женой, которая начинает наезжать и требует немедленно придять участие в семейной жизни. И он видит выплеск энергии, и таким образом он чувствует себя... Женщина провоцирует конфликт тем, что ведет себя разнужденно и вызывает ревность у своего мужа, возникает конфликт, значит таким образом она бессознательно вызвала выплеск энергии у него у себя. Люди работают таким образом, чтобы выдать недовольство начальника, и начальник чтобы наругал. И начальник наругает, они вылетают из кабинета полные энергии, но эта энергия, прямо скажем, ну энергии, говорят, не бывает отрицательной, положительной, но эта энергия непродуктивная. Он не ведет к прогрессу человека. Он сообщает ему на некоторое время некий всплеск, некий взлет, но не ведет к прогрессу, Поэтому нужно уравновесить энергию инстинкта самосохранения другими источниками энергии. Мы в тренинге «Харизма лидера» эту тему разворачиваем более активно. У меня участники учатся использовать энергию инстинктов для конструктивной созидательной деятельности и развития себя. До сих пор в науке нет четкого и однозначного мнения, какое количество инстинктов у человека. Это как даже количество эмоций у человека насчитывает от 4 до 9 разных исследований разных источников. Мне нравится концепция, согласно которой 4 основных инстинктов – самосохранение, эстетический инстинкт обладания. Есть среди множества прекрасных вопросов. У нас один грустный вопрос, от которого дает какой-то безнадежностью. Что делать, если нет желания общаться с людьми? Это почти всегда утомительно, скучно, исключения бывают, но редко. Пробовал часто и много общаться, результат – больше утомления и негатив. И это не помогает. Люди в целом неинтересные собеседники. В массе своей собеседники неинтересные и не полезные. Утомляют с ними общение. Если вы ярко выраженный интроверт, общайтесь с теми, кто вас превосходит. Вон пункты с книгами. На этих книгах произведения авторов, которые умнее меня, интереснее меня. И не очень большой любитель общения. Мне всегда жалко убивать время на трех болтовню бессмысленную. У меня очень узок круг людей, с которыми я готов общаться часами. Очень узок. На большинство мне жаль даже нескольких минут. И книги – это мои собеседники прекрасные. И мне никогда не жалко времени потрачено на чтение книги. Пожалуйста, никто вас не... Ни в коем случае не заморачивайтесь тем, что, дескать, вы мало общаетесь. Нужно общаться больше. Плово общения, мне кажется, обесценилось. Сегодня я пообщался с сотрудником ДПС. Ты с ним не пообщался, ты с ним просто поговорил. И общение – это гораздо более глубокое взаимодействие, затрагивающее духовную сферу, виртуальную. Общение – это серьезная вещь. И мне кажется, что нужно быть очень разборчивым в том, с кем ты общаешься, с кем ты делаешь время. И поэтому, если есть такое наблюдение, не надо себя насиловать ни в коем случае. Радислав, а если брать сейчас интервью, прямой эфир – это больше общение или мы просто говорим? Как это мы? С тобой у нас получается интересная вещь. Мы как бы общаемся с тобой, и параллельно нас кто-то подслушивает еще получается. У меня вот такое впечатление. Бывает, что это чисто интервью, а бывает, возникает общение, и сам интервьюер, он уже отложил в сторону листочек с вопросами, которые я заготовил, и у нас начинается диалог. И потом бывает очень интересно послушать, что произошло. Это очень по-разному. А вот если мы возьмем те сотни интервью, которые ты даешь, допустим, каждый год, является ли для тебя интервью? Вчера я дал три за вечер, понимаешь, понимаешь, откуда эта статистика, да, 100 интервью в год или 200 интервью в год. Я дал три интервью за вечер, сейчас четвертый интервью за два дня. В общем, если так каждый день, то это больше тысячи будет. Является ли для тебя интервью как, может быть, неким тренажером, либо это просто общение? Вот что тебя именно мотивирует, чем тебе интересен сам процесс интервью? Знаешь, это загадка, меня спрашивают, и многие люди думают, что это инструмент продвижения. Вот, дескать, люди послушают интервью и купят, например. Но мне кажется, это очень так мелко, само по себе, и оно не стоит таких затрат времени. Я бы за час времени заработал бы больше, если бы у меня были деньги, интересные. Но лично для меня интервью – это возможность подумать над тем, когда задается хороший вопрос, я начинаю думать, размышлять прямо в процессе и приходить к каким-то мыслям, которые потом могут лечь в основу тренинга, книги, ну и так далее. То есть эта мысль, эта идея будет жить дальше. Это эспандер, тренажер, потому что я интенсивно думаю, нас слушают люди, ответственность большая, и я, в общем, как бы тренирую мозг, думая над чем-то, как бы накачиваю эту мысль. То есть можно сказать, что интервью – это какой для меня эгоистический акт. Я получаю от него больше, чем отдаю. Отдаю час, какое-то количество энергии, но получаю очень многое. У меня бывает, в следствии интервью, несколько дней какие-то мысли крутятся в голове, что-то еще додумаются, думаю, а, жалко, неправильно ответил, там вот, ах, вот теперь только я понял, что надо было ответить и так далее. То есть есть некоторая энергия. Когда я вот участвую на твоих тренингах, смотрю, опять же, сотни, да, твоих интервью, видно через экран, что ты любишь людей, что ты вот искренне общаешься с людьми, потому что тебе это действительно нравится. Действительно это так? Я думаю, что очень умелая имитация, это, скорее всего, такая часть профессии. Если серьезно говорить, ну как, я не очень понимаю, как любить людей безлично, да, отвлеченных людей, незнакомых людей. Я люблю каких-то людей в жизни я люблю. Иногда на тренингах у меня бывают люди, которых я люблю и знаю, но я люблю свою работу. А моя работа заключается в том, что я помогающая профессия. Я саму работу люблю. Вот хирург, который режет больного, с которым он не знаком, он его увидел только уже под наркозом лежащего. Он его любит? Трудно представить. Он ему помогает. Он любит свою работу. Он искренне заинтересован в результате, в успехе того, что он делает. И когда больной выздоравливает, это врача очень здорово подпитывает энергетически. И он очень расстраивается, если больной умирает или не может выздороветь. И прям искренне не расстраивается. Врач любит свою работу. А работа заключается в том, чтобы помогать людям. Поэтому эта любовь, она резонансно сказывается на людям. Сказать, что я вот выхожу в зал, смотрю на людей и думаю, боже мой, как я люблю вас. Это меня бы испугало, если бы я почувствовал себе такие вещи. Мне кажется, любить можно вследствие глубокого взаимодействия. И хотя бы нужно быть знакомым, хотя бы имя, значит, чтобы любить. Ну, конечно, когда мы говорим о любви к людям, мы в первую очередь подразумеваем, что мы любим общаться, помогать людям и так далее. Быть полезным в какой-то степени. И ты знаешь, поскольку я говорил, что чувство – это средство деятельности, то когда ты людям помогаешь, вот помогаешь, помогаешь, стараешься, тратишь на них время, энергию, то действительно они как-то становятся ближе. Я не могу сказать прям «люблю-люблю», но когда тренинг заканчивается, люди уходят из зала, и, богу, у меня прям ощущение, что меня отрывают, какую-то часть меня, и сейчас даже грустно так становится. Вот они покидают зал, зал опустевает, только что он был полон, 400 человек сидело здесь. Мы как-то взаимодействовали. А люди сейчас понесли в себе, в своих сердцах, умах, какие-то идеи тренинга, что там будут воплощать. Некоторые лица ты уже запомнил, они подходили после тренинга, о чем-то говорили. Прямо так вот жалко-жалко. И хочется прям их усадить за стол, с ними продолжать общение. Не со всеми, конечно, но с какой-то частью этого зала. Но это, конечно, невозможно. Поэтому несколько грустно бывает. Но потом, знаешь, новый город, новые лица, новые… И все снова, все счастливы. Зал опустевает, а остается только Артем Мельник с камерой и со съемочной командой, и начинается интервью. Ну, как вчера. Зал опустил, но прямо в этом зале, прямо на этой же сцене я дал три интервью одно за другом. Два телеканала были, и интервью, которое взяли мои организаторы тренинга в Кишиневе для дальнейшего продвижения следующего тренинга. Такое часовое, мощное интервью. Непонятно, как сил хватило на все это. Радислав, в завершении нашего сегодняшнего общения, нашего прямого эфира, вопрос, который будет связан с одним из предыдущих, по поводу вот такого видения на лидерство, да, именно на вопрос лидерства, как лидерство без титулов. Это вот о чем говорит Робин Шарма. Робин Шарма. Да. Лидерсип и да, вот тайтлс. Да, без титулов. То есть, когда человек не за титулы рубится, да, а за нечто другое. И вот, когда ты отвечал на вопрос... Несколько иначе. Мне приходилось с Робин в формальной обстановке, я разговариваю над темой, он несколько иначе трактует. Он имеет в виду лидерство без карьеры, лидерство без званий, без должностей, лидерство по жизни, понимаешь? Лидерство по жизни. У него же есть такая история о тетеньке, которая была прачкой и купила денег, что позволило им университет построить на эти деньги. Потому что она была безграмотной и всю жизнь... Ну, то есть, она мечтала выучить о грамоте, но не смогла, не позволила ей судьба. Но она скопила деньги и открыла возможность ребятам в ее районе, в ее городе, получить образование. То есть, такой донейшинг сделала. И он говорит, что, вот, дескать, лидерство без титулов. Она, несомненно, лидер, хотя она не является ни главой корпорации, ни президентом страны. А вот как ты отвечал на вопрос про то, что если на Земле будут все лидеры, то они все замочат друг друга. А если вот именно все будут лидерами без титулов по определению Робина, вот как Азиола Маккарти, да, звали ту негритянку? Ну, во-первых, это невозможно. То есть, этого не может быть. И моделировать эту ситуацию можно прикола ради, но этого не может быть. Потому что охранительные... Но есть социальные законы. Их не обойти. Они работают иногда лучше, чем даже безупречнее. Их не обойти. То есть, этого не может быть. Будет нарушено, не нарушен баланс. То есть, невозможно будет жить и работать. Скажу больше. Шалому Шварцу там лежит идея, что когда в стране слишком много людей, которые взваливают на себя полномочия, то это тоже нехорошо. Это тоже нехорошо, потому что принятие решений затрудняется. Ну, допустим, чего проще? Муниципалитет решил покрасить там заборы в зеленый цвет. Нифига! Общественность, что у нас демократическая страна, как без нас такие решения? Начинаются какие-то заседания, голосования, прения. Там решается часть в зеленый цвет, часть в желтый, часть в красный, но потом возникают жители дома, которые не согласны с красным цветом. Потому что может вызываться у ряда жильцов, которые пострадали от преследования коммунистов. Поэтому красный цвет, они против. Но красный цвет, ну и так далее. Можете представить, насколько будет затягиваться и усложняться принятие элементарных решений? Когда слишком многие люди лезут во власть, лезут в то, чтобы там происходит на предприятии. Можете представить, в корпорации там принято решение о смене логотипа, ребрендинга. Минуточку! Это не только ваша компания, мы все часть этой компании имеем право поучаствовать. Нифига, мы не хотим работать под этим новым логотипом. Давайте вернем старый. А маркетологам уже уплачено. А почему уплачено, нас не спросили. Это деньги корпорации, которые мы примем в добавленную стоимость. Понимаешь, это может все превратиться в чудовищную лебедь, рак и щуку. Это как есть корабль, у которого два капитана тонет. Да? Совершенно верно. Я могу писать себе семью, но ты можешь привлечь к принятию решений, ты можешь посоветоваться, можешь сказать, дети, как вы хотите провести выходной день. Но можете представить, стоит машина под парами, четверо, я хочу в зоопарк, говорит, нет, я в зоопарке бывал уже тысячу раз, я не хочу в зоопарк, значит, давайте поедем в планетарий. Младшая дочь говорит, какой планетарий? Я вообще, мне три года, какой планетарий? Я даже не понимаю, я усну просто в планетарии, то есть, требую ехать на аттракционы. И, понимаешь, каждый будет, что делать? Нет никого, кто мог бы все лидеры? Ну, нет, нет, это нереальная ситуация, это привело бы к разрушительным последствиям, и все все равно бы пришло потом к нормальному соотношению. Будет часть людей, которая будет тащить на себе самую большую нагрузку ответственности за понятие. Это не те решения. Радислав, во-первых, спасибо. Я сейчас уже вижу, что этот эфир, это интервью, эта трансляция, она не дает готовых решений, но она дает много пищи для размышлений вот среди того, что мы обсудили. И каждый человек поймет лидерство в любом случае по-своему и сделает свои выводы. Ну, и что я пожелаю всем, кто нас сегодня смотрел, сделать правильные выводы для того, чтобы направить фокус внимания на прогресс в своей жизни. И вот как мы начали общение, что качество жизни и прогресс жизни позволяет людям жить более ярко, более интересно и нестандартно, что самое главное. Есть такое, что для большинства людей самое страшное, что может быть, это прожить обычную жизнь без всяких достижений. Именно поэтому, скорее всего, люди и стремятся к развитию. Солошусь. Друзья, успехов и до скорых встреч. С Радиславом мы, как всегда, не прощаемся. Спасибо.